Вы смотрите телеканал Вариант и сегодня у нас на первом плане начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Владимирской области Михаил Чистяков. Михаил, здравствуйте. Добрый вечер. И в рамках профилактики правонарушения речь сегодня пойдет об ответственности за изготовление избыт фальшивых денег. Поговорим о противодействии коррупции и о пресечении фактов оборота контрафакта, контрафактной продукции. Давайте обо всем по порядку. Изготовление, хранение, перевозка, сбыт поддельных денег. Михаил, расскажите, пожалуйста, как много поддельных денег выявлено у нас во Владимирской области в 2020 году? Изменила ли что-нибудь пандемия, кстати, и в 2021 за период вот здесь три месяца? Вопрос очень серьезный. Противодействие данным фактам одно из приоритетных направлений деятельности. нашего подразделения. В 2020 году было выявлено более 400, если точно 419 фактов сбыта поддельных денежных знаков. Пандемия нисколько не уменьшила, не увеличила количество. То есть среднее количество выявленных фактов остается примерно на уровне. На уровне за первый квартал выявлено уже 109 зарегистрированных фактов сбыта поддельных денежных знаков. Ну и, соответственно, при этом уже 10 уголовных дел расследовано, направлено в суд с обвинительными заключениями в отношении 7 лиц, которые сбыли поддельные денежные знаки. Какие купюры чаще всего подделывают? Ну, по крайней мере, что чаще выявляют? Ну, чаще выявляют, наверное, как бы, и, значит, чаще подделывают, это пятитысячные. То есть вот из 109 в этом за три месяца зарегистрирована 91 пятитысячные поддельные купюры. Три купюры номиналом 2000 и семь купюр номиналом 1000 рублей. Вот когда гражданина задерживают, да, с поддельной купюрой, это чаще всего злоумышленник? Или бывает такое, что, допустим, человеку просто попалась поддельная купюра? Как чаще всего происходит? Ну, бывают факты и злоумышленник, который уже умышленно сбывает данные поддельные денежные знаки. Есть и добропорядочные граждане, которым, ну, через какие-то либо торговые точки, либо предприятия эта купюра все-таки попалась. И не была выявлена на стадии предъявления к оплате, ну, первичной предъявления к оплате. То есть есть и такие, и такие. Ну, в каждом конкретном случае мы разбираемся, поэтому еще раз повторяю, что умышленник сбыт поддельных денежных знаков – это уголовная ответственность. Где, в каких местах чаще всего попадаются, чаще всего обнаруживаются поддельные купюры? Ну, поддельные купюры чаще всего обнаружатся в торговых точках, то есть где происходит предъявление их к оплате. Это в основном сетевые торговые точки «Магнит», «Пятерочка», «Красно-Белый», «Бристоль». Очень много случаев сейчас на АЗС, в особенности, которые находятся на трассе «Москва-Уфа». И очень много фактов сейчас могу констатировать, это при покупке или продаже каких-то товаров на сайте Авито. В основном, если злоумышленники хотят купить что-то на данные поддельные денежные знаки, происходит договоренность о встрече либо в темное время суток, либо в позднее время суток, когда и уже усталость у граждан, и меньше природных, природа здесь не способствует четкому рассмотрению, и бывает быстрая покупка, и потом уже кто продал, добропорядочные граждане обращаются и выясняют на следующее утро, что на самом деле с ними расплотились подделки. — Какое сегодня качество у подделок? Легко ли обычному гражданину, работнику торговой сети понять, что эта купюра поддельная? — На самом деле сейчас качество определенно выше, чем буквально год-два назад, но есть все-таки первичные моменты, действия граждан, когда все-таки можно выявить. Либо, по крайней мере, купюра должна показаться подозрительной. Это и плотность купюры, то есть в основном сейчас идут способы изготовления, это склеивание из двух частей, поэтому плотность бумаги больше. Это и нарисованная магнитная лента, линия, которая посредством госзнака выявлена, конечно, другим способом. И герб при более внимательном рассмотрении не создает тон и окрашивание в другие цвета. То есть это первично. Ну и самое, конечно, это необходимо, ну, купюру, скажем, пальцем провести по цифрам номинала, это тысяча и пять тысяч. Если, соответственно, подделка в основном выполнена, ну, края бумаги, как после прокалывания иголкой. То есть имеет шероховатость и, ну, в принципе, можно определить. Ну, вот я знаю, что, допустим, в торговых сетях проводится и обучение, да, в том числе на выявление. А вот обычных граждан каким-то образом, может, ну, какие-то вот обучения проводятся и какая-то вот профилактика? Ну, профилактика идет постоянно, в том числе и вот с вашей помощью. То есть сейчас мы пытаемся как раз донести, чтобы обратить внимание на возможные признаки подделки, как определить. То есть в том числе с торговыми объектами мы непосредственно вплотную работаем. Это в части записывания, то есть произвести запись купюры, номер купюры, пятитысячный и двухтысячный. Сейчас просим организовывать эту работу и в тетради указать время, в котором гражданин расплатился, в котором расплатился записью номер купюры в тетрадь. Данные действия профилактические и действия добросовестных работников торговых точек все-таки дают результат и несколько, скажем, злоумышленников было вычислено именно по записям в тетради в торговых точках. Если обычному гражданину попала в руки вот такая фальшивая купюра, на том же Авито расплатился или там, я не знаю, в банкомате, кстати, могут попасться купюры поддельные? Если сняли деньги, могут в банкомате? Ну, однозначно это сообщить органам внутренних дел и ни в коем случае не пытаться от нее избавиться. То есть здесь уже... Ну, имеется в виду избавиться, не выбросить, а расплатиться, избыть, да. Что мне грозит, если я пойду пытаться расплатиться, разменять купюру? Ну, соответственно, здесь уже образуют данные действия в составе преступления, предусмотренном уголовным кодексом. Это тяжкое преступление, соответственно, грозит большой срок. То есть независимо от того, что даже если гражданин сам эти купюры, как говорится, не производит, нет, это не говорит о том, что он имеет право сбывать. Конечно, конечно. А вот смотрите, я иногда в магазине, обращая внимание, через этот аппарат проводят, купюру говорят, ой, мне она не нравится, продавец говорит, дайте другую. Вот правильно ли делает продавец, или все-таки он должен сообщить, что купюра ему там не понравилась? Все-таки продавец должен сообщить, потому что если вызывает подозрение, злоумышленник, здесь не получилось у него сбыть, он идет в другую торговую точку, где нет такого оборудования, и все-таки производит умышленный сбыт поддельного денежного знака. Наши все больше и больше, мы все-таки переходим на безналичный расчет. Как вы считаете, переход на безналичный расчет уменьшит количество фальшивых поддельных денежных купюр? Ну, вероятность такая есть, то есть эта логика прослеживается, образно говоря, исключить сбыт поддельных денежных знаков, в первую очередь, если исключить оборот денежных средств. Ну, соответственно, должен уменьшить, но я еще раз повторю, по статистике этого не происходит, и поэтому необходима совместная работа как правоохранительных органов, так и гражданского общества, в том числе и в этом направлении. Ну, еще раз, может быть, для наших телезрителей такой мини-совет, как все-таки, на какие моменты обратить внимание в купюры для того, чтобы не попасться на уловки мошенников? Ну, соответственно, внимательно осмотреть, то есть поддельные денежные купюры после определенного времени оборота, и краска осыпается, и бумага может расслаиваться. Ну, и, соответственно, все вот эти водяные знаки, герб при верчении в руках, то есть изменение угла обзора, должен менять цвет, тон. Ну, еще раз повторюсь, это вот именно цифры номинала купюры при, скажем, изготовлении их не способом, не госзнаком, имеют такие вещи, что бумага при тиснении имеет грубые проколы, поэтому видно сразу, когда компостер пробивает вручную, то есть это вот те минимальные способы, ну, скажем, определения поддельных денежных знаков, которые можно на бытовом уровне рекомендовать. Ну, и если все-таки в руки попала поддельная купюра, ни в коем случае не пытаться ее разменять, сбыть, а заявить в органы внутренних дел. И если, еще одна такая рекомендация, если, то есть гражданин в качестве свидетеля, то есть не непосредственно участник оборота купли-продажи, необходимо, если есть подозрение, либо гражданин заметил все-таки попытку сбыта, то необходимо зафиксировать и запомнить приметы злоумышленника, транспорт, на котором он, возможно, передвигается, то есть полную информацию запомнить и потом предоставить в органы полиции. Ну, и в любом случае берете от незнакомых людей тысячу, тысячную, двухтысячную, пятитысячную купюру, обязательно нужно быть внимательным. Однозначно, да. Давайте к следующей теме. Преступления против государственной власти, интересов госслужбы и службы в органах местного самоуправления. Каковы особенности работы вашего управления вот в данном направлении деятельности? Ну, особенности они, как и прежде, то есть это, есть определенные, скажем, механизмы этой работы, о которых мы говорить не будем, но я хотел бы здесь в этой связи все-таки сказать о наиболее коррупциогенных сферах промышленности нашей жизни. Это, могу констатировать факт, попали под эти термины сферы строительства, содержания дорог, госзакупки, в том числе в органах здравоохранения, культуры, образования. То есть те моменты, где выделяются бюджетные средства и недобросовестные должностные лица пытаются, так скажем, положить себе в карман то, что не предназначается, либо предназначается именно на выполнение каких-то программ, государственных программ для улучшения качества жизни граждан России. Михаил, что делать, если, допустим, мне предлагают взятку, либо наоборот пытаются, ну вымогают у меня там, не будем, да, прям в какой-то определенной сфере, а в общем, что необходимо делать добропорядочному гражданину? Ну здесь, я опять же повторюсь, что в первую очередь необходимо своевременно обратиться, возможно, непосредственно в наше управление, либо на горячую линию управления внутренних дел МВД России по Владимирской области. Дальше уже подключаемся сотрудники, которые непосредственно этим занимаются, и мы пытаемся, скажем, разобраться в этом вопросе. Вот если человеку стали известны такие факты о даче взятки или о получении взятки, может ли человек сообщить о данном случае анонимно? Конечно, анонимно, то есть мы готовы и работаем с такими также обращениями, анонимными. Здесь необходимо понять, что жители нашего региона, я не скажу, что постоянно сталкиваются, но наверняка в своем быту и очень часто слышат от знакомых о каких-то фактах коррупционных проявлений. Поэтому здесь я не то что рекомендую, а прошу сообщать о каждом факте. Я могу продиктовать телефон, сайт нашего управления, где мы рассмотрим и подойдем с полной ответственностью и компетенцией к рассмотрению каждого обращения. То есть необходимости именно в том, чтобы давать свои координаты, данные, в данном случае нет. Необходимо именно сообщить о данном факте, своевременно. Всегда ли наши граждане знают о том, что ответственность наступает не только за получение, но и за дачу взятки? Ну, я думаю, сейчас граждане у нас, так скажем, очень обучены в этом вопросе, наверняка наслышаны, то есть и знакомы с нормативно-правовыми актами. Поэтому здесь я еще раз подчеркну, что преступление это не только получение, но и дача взятки. — Хотелось бы еще про сумму поговорить, да, вот, ну, там, возможно, человек скажет, ну, я там, я не знаю, просто... Считается ли дорогой подарок, допустим, взяткой? Я просто там решила отблагодарить и так далее. И вот как вот это все квалифицируется? — Да, считается, поэтому нет мелочей, и даже подарок, как вы сказали, тем более дорогой подарок за незаконные действия или бездействие должностного лица является взяткой. — Можно ли говорить о взятках, что это, там, я не знаю, реально ли, допустим, отношение, вот вы говорите, позвоните, в том числе анонимно, допустим, на сайт и так далее. У нас часто граждане, ну, называют это, я не хочу стучать. Вот здесь, где вот эта грань сообщений о противоправных каких-то действиях, и как же я буду стучать на соседа? — Ну, понятно, здесь у каждого своя позиция, но если мы хотим покончить с этим злом, либо приблизиться к этой цели, то необходима, конечно, совместная работа и постоянная работа. То есть здесь, я не буду приводить примеры, как бы, других стран, например, Китая, но надо понимать, что если мы не будем делать определенные шаги в искоренении этих коррупционных процессов, они будут иметь место. — Ваше мнение, достаточно ли у нас в России наказания за взятку? — Ну, как вам сказать, то есть законодатель предусмотрел такую ответственность, поэтому на данный момент это то наказание, которое применимо к злоумышленнику. — Хорошо, давайте перейдем к следующей теме. Пресечение оборота контрафактной продукции. Итак, что вообще считается контрафактом, чтобы нашим зрителям было понятно? — Ну, контрафактная продукция, если своими словами, доступным языком, это продукция, которая была изготовлена не теми организациями, на которых зарегистрированы тот или иной товарный знак и выполнена, ну, соответственно, уже не того качества, которое продукция производится на заводах правообладателя с тем контролем, технологическими процессами, ну, то есть если кратко, то вот так. И здесь необходимо отметить, что покупая контрафактную продукцию более низкого качества, граждане здесь сталкиваются не только с тем, что качество продукции низкое качество, поэтому срок службы уменьшается, но и определенные моменты касаемо именно здоровья граждан. То есть это относится к подделкам медицинского оборудования, фармацевтики. То есть вот такой большой спектр, ну, сказав о котором, можно гражданам, конечно, показать, что качественную продукцию, именно качественную продукцию и проверенных правообладателей, изготовленных на современных заводах, необходимо, конечно, покупать. То есть покупая контрафактную продукцию, гражданин не только там лишает, ну, государство налогов, соответственно, себя, да, там, опосредованно образование, медицина и так далее, но и рискует собственным здоровьем, то есть можно не только, то есть здесь не только экономический ущерб, так? Ну, не только экономический ущерб государству, гражданину, ну, возьмем, очень много сейчас подделывают алкогольную продукцию. Ну, соответственно, если где-то в гараже, либо на суррогатных производствах выполнена алкогольная продукция, ну, соответственно, прямой вред здоровью. Прямой вред здоровью – это и медицинское, и оборудование, и, так скажем, медикаменты, которые также сейчас имеют место подделки. Поэтому здесь однозначно прямой ущерб здоровью непосредственно гражданина, который использует в своем, ну, в жизнедеятельности этот контрафакт, то есть он, ну, прямая угроза. Здоровье также имеет место. Ага, Михаил, скажите, вот если, допустим, за взятку, здесь наказывают и тех, кто дал взятку, и тех, кто получил. В обороте контрафакта тот, кто купил контрафактную продукцию, несет какую-то ответственность? Ну, нет, здесь законодатель не определяет именно для себя, который купил. То есть этот гражданин может не знать, где была выполнена та или иная продукция. То есть продавец, который реализует контрафактную продукцию, может предпринять все меры и как бы сблизить по, ну, с настоящими, так скажем, изделиями. Поэтому гражданин, ну, покупая, не имеет никакого умысла, то есть покупает для себя, ну, возможно, по незнанию. Поэтому ответственность здесь не предусмотрена. На продавце и изготовителя. Здесь какая ответственность на сегодняшний день установлена для тех, кто принял участие в обороте контрафакта? Ну, соответственно, изготовитель, продавец также привлекаются при, скажем, документировании и выявлении данных фактов к уголовной ответственности. И в заключении хотелось бы, у нас буквально пару минут остается, каким образом можно гражданам обращаться вот по тем вопросам, которые мы сегодня рассмотрели в Управлении экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Владимирской области? Так, ну, есть у нас дежурная часть в нашем Управлении. То есть располагаемся мы в городе Владимире, улица Большая, Нижегородская, 33А. Там круглосуточно дежурит сотрудник, который примет в любое время обращение, заявление, в том числе анонимное по телефону. Телефон городской, Владимирский, 32-46-48. Есть еще сайт нашего Управления, сейчас также продиктую, латинскими маленькими буквами UBEP, 33, дальше собакамвд.ру. То есть на этот сайт мы также готовы принять обращение и с последующим рассмотрением, так скажем, и принятием решения. Спасибо большое. Напоминаю, что наш гость сегодня, начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупциям УМВД России по Владимирской области, Михаил Чистяков. Михаил, спасибо вам большое. Спасибо вам.